Добрый день, друзья мои! В эфире «Хардток» и «Непростые разговоры о важном». На минувшей неделе исполнилось 40 дней со дня убийства и смерти Бориса Немцова. И сегодня у нас в гостях Илья Яшин, человек, который является российским оппозиционером. И с ним мы будем говорить о том, каким будет судьба российского оппозиционного движения, и каким будет судьба, возможно, наших взаимоотношений двух стран и о многом другом. Здравствуйте, Илья! Здравствуйте! Ну вот вы были несколько дней, как мы выяснили, до эфира в Украине. И встречались с нашими политиками, встречались с волонтерами, насколько я понимаю, с общественными деятелями. И хочу вас спросить, насколько это было реально полезно, потому что вы готовите доклад, да? Вот тот доклад, который готовил Немцов в свое время. Вот я обратила внимание на вашу встречу с Порубием, который у нас возглавлялся в ВЕС. И наверняка это один из самых информированных людей в Украине. Дал ли он вам документы или еще что-то такое, что для вас реально было бы полезно? Ну, вы должны понимать цель моего визита. Мы дописываем доклад, который начал готовить Борис Немцов. Он посвящен присутствию российских войск, российских наемников на территории Украины. И мы надеемся опровергнуть ложь Путина, аргументированно, доказательно опровергнуть ложь Путина о том, что российских военных нет. Это вообще гражданская война без участия какого-либо России. И Порубей, и другие его коллеги по парламенту, и украинские военные, с которыми им удалось пообщаться, очень мотивированы в том, чтобы нам помочь. Я прекрасно это понимаю. Украинская сторона, наверное, одна из самых заинтересованных в том, чтобы наш доклад был успешным, доказательным и аргументированным. Потому что это просто вопрос национальной безопасности Украины. И, конечно, мне очень приятно, что люди с таким энтузиазмом отнеслись к нашим просьбам. Мы сформулировали ряд вопросов, очень конкретных, очень предметных, которые касаются ряда тезисов, освещаемых в нашем докладе. Мы надеемся либо найти подтверждение, либо опровергнуть эти тезисы, для того, чтобы мы понимали, можем мы это публиковать или нет. Поэтому вот есть важные вещи, и мы ищем доказательства. Мы попросили эти доказательства предоставить, сформулировали какие-то тезисы. Мы уже там опровергли или нашли им подтверждение, какие-то тезисы. Ну вот об этом, собственно же, я и спрашиваю. Я так понимаю, подтверждение от этого реальной какие-то видеосъемки, это фотографии, это документы. Я не хочу сейчас вникать в детали. Я могу сказать, что у нас идет очень хороший такой предметный абсолютно разговор, не на уровне лозунга, вы знаете, не поверхностный разговор, а очень предметный, конкретный, который касается конкретных фамилий, конкретных фактов, конкретных видеозаписей. И я уверен, что эта поездка принесла пользу. Я думаю, что нам окажут содействие. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что мы не можем верить голословным заявлениям. При всем уважении к вашим политикам я не могу принимать на веру те или иные факты. И любой тезис мы стараемся проверять на самых разных точках. Вот я об этом и говорю. Есть ли документы? Давали ли вам какие-то документы? Опять же, я не буду пока никаких деталей раскрывать, но могу только сказать, что встречи были исключительно полезными. По какому принципу вы встречались с людьми? То есть, я видела, что кроме Порубия, это был еще Семирак, это был Тымчук, это были некоторые другие люди. Вот как вы выбирали для себя визуги для этих разговоров и для консультаций? Ну, я консультировался с теми людьми, которым я доверяю, в Киеве. Мне там были некоторые рекомендации, с кем встретиться. Я могу сказать сразу, с кем я не встречался, по принципиальным соображениям. Я не встречался с кадровыми сотрудниками спецслужб. Я не встречался с теми людьми, которые в России находятся в розыске. Не потому, что я к ним плохо отношусь, там есть разные совершенно люди. Потому что я хочу все-таки минимизировать риски для себя лично и для моих коллег. Которые в России находятся в розыске. Да, ну вот есть уголовные дела, которые возбуждены в России против ряда украинских общественных политических деятелей, в том числе чиновников. Я с этими людьми стараюсь не вступать в прямой контакт, потому что я понимаю, это повышает мои риски. И мне хочется все-таки успеть дописать доклад до того, как меня обвинят в государственной измене, наденут наручники и так далее. Хорошо, а встречались ли вы с людьми, которые здесь находятся в розыске, например, с такими, как Элик Царев или некоторые другие люди? Нет, я не очень честно говоря понимаю, о чем мне с ними говорится. Понимаю, что эти люди заинтересованы в том, что предоставляют... Но они же якобы имеют отношение к событиям. Имеют отношение, но я не уверен, что у нас с ними получится диалог. Потому что все-таки я не в чистом виде эксперт. Я человек, у которого есть убеждение. Я человек, у которого есть своя политическая позиция. И боюсь, что разница наших политических позиций делает невозможным разговор. Но мы привлекли к подготовке этого доклада людей, имеющих очень большой опыт работы на территории Украины. Журналистов, которые проводили независимые расследования, писали репортажи из зоны боевых действий, которые прекрасно знают ситуацию. И в Донецкой области, и в Луганской области были неоднократно на территории, контролируемые сепаратистами. Поэтому у нас действительно будет полноценный экспертный доклад с участием в подготовке очень компетентных людей. И действительно удовольствоваться в хорошую команду. Вы недавно совсем говорили о том, в некоторых интервью, о том, что Немцову удалось, ну, он успел, по крайней мере, пообщаться с некоторыми, насколько я понимаю, российскими десантниками, которые здесь воевали на территории Украины. Ему не удалось встретиться с матерями. Удалось ли вам это сделать на этот момент? Не совсем так. Давайте я внесу небольшую попробку, то, что вы сказали. Немцов общался, его источниками были юристы, которые представляли интересы семей погибших десантников. Речь шла о десантниках, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины, погибали, и их родственники рассчитывали на компенсацию денежную, которую командиры частей обещали выплатить в случае, если они будут ранены или убиты. Однако, по сравнению с ситуацией прошлого года, когда воевавшие здесь российские солдаты оформлялись как отпускники, в этом году, во время эскалации конфликта, в январе, феврале, перед пересечением границ, солдаты вынуждали, требовали от них, чтобы они писали увольнительные. Формально они уже не являлись военнослужащими, когда находились на территории Украины. Это было сделано очевидно, чтобы замаскировать участие российских солдат в вооруженном конфликте, потому что формально они уже не являются военнослужащими. Но при этом, под честное слово командиров и солдатам, и их семьям обещали выплату определенных компенсаций в случае, если, понятно, во время боевых действий они будут ранены или убиты. Слово это не сдержали, и начался ропот среди родственников, они начали искать юристов, которые могли бы представлять компетентные их интересы. Таким образом, Немцов, собственно, вошел с ними в контакт, на Немцов вышел один из этих юристов и попросил его оказать содействие в том, чтобы надавить немножко на Министерство обороны и добиться все-таки этих выплат. Немцов, на мой взгляд, занял очень рациональную позицию. Он говорил о том, что об этом надо говорить публично. Нужно, чтобы родственники выступили публично и заявили о том, что произошло. Но, во-первых, они были связаны подпиской о незаглашении, им угрожали уголовными делами, по аналогии с уголовным делом против Светланы Давыдовой, матери пятерых детей, которую обвинили в государственной измене в пользу Украины просто за один звонок в посольство. И Немцов в рукописной записке, которую он оставил незадолго до смерти, подчеркнул, что вот те родственники погибших десантников, с которыми он контактирует через посредников, очень испуганы и боятся говорить публично. Но, как вы понимаете, после убийства Немцова смелости у них не прибавилось. И на сегодняшний день уже даже не стоит вопрос ни о каких денежных компенсациях. Люди просто хотят, чтобы их расстроили в покое, потому что они ужасно запуганы. А каковы цифры погибших солдат? То есть хоть какие-то примерные представления у вас есть об этом? То есть российские солдаты, я имею в виду? Вот смотрите, тоже для понимания. Я не ставлю перед собой задачу, и мои коллеги, мы не ставим перед собой задачу вычислить реальную цифру, близкую к реальности цифру, общего числа погибших солдат. Я прекрасно понимаю, что у нас нет ни возможности, ни ресурсов для того, чтобы эти данные установить. Я не хочу называть какие-то завышенные цифры для того, чтобы поражать чьё-то воображение и придавать докладу сенсационности. Мы называем очевидно заниженные цифры, нас критикуют за это, что мы называем очевидно заниженные цифры, там порядка 200-250 солдат, но это те цифры, за которые мы можем отвечать. Вот те люди, о которых мы говорим. То есть это то, что вы можете доказать. Это то, что мы можем доказать. У нас нет задачи говорить обо всех. У нас есть задача привести яркие, конкретные примеры таким образом, чтобы мы могли отвечать за свои слова. Я же прекрасно понимаю, мы, допустим, одну маленькую ошибку, это даст основание пропагандистам, нашим оппонентам, дискредитировать весь доклад. Вот в одном месте ошибемся, и это даст основание критиковать весь доклад и говорить, ну, я же не здесь ошиблюсь, значит, и весь доклад не заслуживает доверия. Поэтому мы стараемся ко всем цифрам, ко всем данным относиться предельно внимательно. Война – это всегда чьи-то деньги и вся коррупция. Ну, собственно говоря, возможно, это даже одна из главных причин войны и эскалации конфликта, всего, что происходит. Причем деньги и коррупция, очевидно, с двух сторон. Будет ли в вашем докладе какой-то сегмент или какая-то глава, например, которая будет посвящена как раз вот этим коррупционным схемам ВПК, которые связаны непосредственно с событиями, российско-украинскими событиями? Откровенно говоря, у нас недостаточно источников для того, чтобы получить доступ к полной картине. Да, мы примерно понимаем, как это все происходит. Наши коллеги там организовывали некоторые журналистские расследования на территории так называемой Донецкой и так называемой Луганской народных республик. Мы имеем более-менее такую общую картину о том, как это происходит. Но я не уверен, что мы сможем здесь дать какую-то вот компетентную экспертную оценку таким образом, чтобы она имела под собой полную доказательную базу. Однако мы сделаем важную главу, где дадим экспертную оценку ущерба этой войны для российского бюджета. Потому что все эти события бьют не только по Украине, они бьют по карману российских налогоплательщиков. И политическая изоляция, запроска российских военных, оплата наемников, все это стоит денег. Это не только политические и социальные издержки, это все стоит денег. И мы хотим проанализировать, и эта глава уже почти готова, мы хотим проанализировать и дать более-менее полную оценку того, какой ущерб экономически эта война наносит в нашей стране. Мне кажется, это важно, потому что люди зачастую не понимают, что война – это и человеческие жертвы, и экономический ущерб, который будет иметь долгосрочные последствия. Потому что та авантюра, в которую Путин втянул нашу страну, она уже сейчас проявляется в экономическом кризисе. Но пока он не так остро ощущается, потому что все-таки есть определенные экономические запасы, там такая жировая прослойка еще какая-то сохраняется. Но с каждым месяцем, с каждым годом она становится все тоньше, тоньше и тоньше. И в конце концов, россияне почувствуют на себе всю, в кавычках, прелесть внешней политики Путина. Илья, вот вы говорите, что глава, которая касается экономического ущерба, она почти готова. А вот мне очень интересен Крым, потому что ведь вот эта эйфория, связанная с Крымом, была потрясающая совершенно. Мне трудно представить, о чем будут говорить люди, знаете, когда после 20-го съезда, когда все закончится, кто как будет объяснять эту эйфорию. Но вот по вашим подсчетам, каков ущерб российской экономики, это Ньюс Крым, которая находится не в лучшем состоянии сегодня. Я, опять же, пока не готов называть цифры, наберите терпение, пока мы презентуем доклад. Мы, естественно, будем об этом говорить, будем писать и представим нашу точку зрения на этот вопрос. Но, во-первых, по моим ощущениям, давно уже нет никакой эйфории, и людям сейчас в Крыму живется очень непросто. Крым абсолютно дотационный регион, он живет за счет дотации с федерального бюджета и дотации сопоставима с самыми отсталыми российскими регионами, вроде Чечни. Крым может приносить огромную прибыль, это огромный рекреационный ресурс, это возможности для туризма, но в этом году в Крыму было тяжело, и Крым находится фактически в изоляции. Это беда, потому что люди-то в Крыму живут хорошие, но жить им будет очень непросто в ближайшие годы. И Путин прекрасно отдает себе в этом отчет, однако продолжает ту политику, которую начал в марте прошлого года. Это печально, но я уверен, что рано или поздно и Россия, и Украина договорятся о том, чтобы найти выход из этого кризиса, такой выход, который был бы приемлем и для российской стороны, и для украинской стороны, но это вряд ли произойдет, пока Путин сидит в Кремле. Вы сказали, что поменялись настроения. Я хотела бы уточнить, они поменялись в России или они поменялись в Крыму? В Крыму. Речь о Крыме. Я не говорю, что они поменялись. Я говорю о том, что вот та эйфория... Вы как раз в контексте крымской истории. Да, да, да. Та эйфория, которую мы наблюдали год назад, когда был этот референдум так называемый, сегодня такой эйфории уже не наблюдается, потому что праздник закончился, и началась реальная жизнь с ее реальными экономическими и социальными проблемами. Российская власть, она как бы не очень внимательно относится к проблемам своего населения. Ну, растут цены, растут цены. Вы же должны платить, как кто-то из российских чиновников сказал, что мы все должны разделить ответственность за те решения, которым вы все рукоплескали. Вот разделяйте эту ответственность. За эту политику надо платить большую цену. По-моему, ты сказал Медведев. Кажется, Медведев это сказал, все верно. Я хочу вас спросить. Вы знаете, уже есть ряд таких банальных выражений, которые характеризуют наши взаимоотношения. Одно из них – это то, что российские демократы и российская демократия заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Ряд ваших товарищей, ваших коллег, таких как Навальный, они вот эту крымскую проблему, ну, тест «Крым наш» они не прошли, ну, с нашей точки зрения. Они считают, что Крым и не только Навальный, да, там, скажем, определенный высказок, Ксения Кособчак и так далее. Вот ваша личная позиция на это какова? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Навальный не нуждается в адвокате в моем лице. Нет, да, я… о Навальном я вас не спрашиваю, я просто передаю пример людей, да, которые высказали с определенными слов. Навальный, возможно, не очень удачно сформулировал свое отношение к этой проблеме, но поверьте мне, Навальный мой старый друг, мы с ним знакомы уже лет 15, наверное, мы вместе работали долгое в одном кабинете, сидели там несколько лет, и я Навального знаю очень хорошо. Это человек, в жилах которого, во-первых, течет украинская кровь, он наполовину украинец, во-вторых, это человек, который искренне желает добра Украине и надеется и готов прилагать усилия к тому, чтобы между нашими странами восстановились добрососедские отношения. Навальный, говоря о том, что мы один народ, совершенно не имеет в виду, что украинцы не имеют права на суверенитет, а то он имеет в виду, что, как мне кажется, я с этим абсолютно согласен, что мы очень близкие и в культурном, и в ментальном плане. И я сейчас только о крымской проблеме, об отношении к ней. Вот я спрошу о вашем отношении. Сочное отношение к крымской проблеме следующее. Крым, присоединение Крыма произошло с грубейшим нарушением норм международного права и с грубейшим нарушением обязательств международных, которые взяла на себя наша страна. Был растоптан Будапештский меморандум, это было не просто юридическое нарушение, это была подлость и цинизм по отношению к братскому нам украинскому народу. Россия брала на себя обязательства быть гарантом, международным гарантом территориальной целостности Украины. И фактически Путин предал украинский народ. Следует ли из этого, что Крым не российская территория? Крым – это территория незаконно присоединенная к Российской Федерации, это совершенно очевидно. Однако на сегодняшний день проблема глубже, чем вот кажется при поверхностном взгляде. И решать ее будет не так уж просто, потому что в Крыму есть общественное мнение. И очевидно, что оно не так однозначно, как, может быть, нам хотелось бы. Игнорировать это общественное мнение будет не так просто. И я думаю, что одним из вариантов решения крымской проблемы может быть формирование некого такого особого статуса Крыма, на который распространяется как суверенитет России, так и суверенитет Украины. Но этот вопрос может быть решен только в результате мирного и дружелюбного диалога между руководством Украины и новым руководством России. Потому что пока Путин находится в Кремле, очевидно, мы ни о чем не договоримся. Осознают ли россияне то, что до тех пор, пока Крым является аннексированной территорией, ни копейки инвестиций, то есть международных туда не придет, никогда в жизни туда не приедут туристы, которые не являются россиянами, потому что это территория, на которой страшно сегодня отдыхать, пребывать и так далее. И следовательно, компромисс, то есть они обрекают фактически российское правительство, обрекает Крым на территорию, на судьбу такой, знаете, индийской рекреации. Я уверен, что это понимают политики, я уверен, что это понимают чиновники, я уверен, что это понимает Путин, но большинство россиян вряд ли рассуждают такими категориями, категориями инвестиций, рекреационных ресурсов, изоляции. Большинство россиян испытывало некую эйфорию в связи с возвращением Крыма, потому что это вот город русской славы, Севастополь это город русской славы, вот он был российским, вот он снова стал российским. Люди рассуждали, конечно, очень поверхностно, и Путин играл на таких очень тонких нотках русской души, которые позволили ему решить, что самое важное, всего лишь его конъюнктурные проблемы. Вот проблемы нужно было решать здесь и сейчас, нужно было решать проблемы с пошатнувшимся рейтингом. Главная претензия моя к Путину заключается в том, что он втягивает нашу страну в глобальные геополитические авантюры исключительно ради решения своих утилитарных конъюнктурных проблем. Ведь по большому счету, почему все это случилось с Крымом? Потому что у Путина начал проседать рейтинг, и он стал понимать, что к следующим президентским выбором при сохранении этой тенденции, он просто может не переизбраться. Ну, просто будут большие проблемы на выборах. И для того, чтобы восстановить, укрепить свою легитимность, была устроена эта авантюра. Ну, это да, это известно, это общее место. Я просто единственное, что хочу себе позволить короткую реплику по поводу общественного мнения в Крыму, как известно, есть же математика, да, кроме всего прочего. Татары, которые составляют треть населения Крыма, они все категорически были против присоединения, и это уже конкретная математика. Есть еще часть Крыма, которая не является Севастополем, и эта часть больше, в которой тоже, ну, огромный разброс мнений. Поэтому хочет ли крымское большинство быть российским, это вопрос абсолютно открыт. Обкрытый вопрос, абсолютно. У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, как у вас. Поэтому даже по поводу общественного мнения я бы не торопилась с выводами. У меня нет никаких выводов, я ставлю вопросы, у меня нет ответов на эти вопросы. Да, я вижу проблему, я вижу, что есть много вопросов, на которые надо всем вместе искать ответы. Илья, по поводу российской оппозиции. Ну, как мне кажется, не знаю, возможно, вы опровергните, положение непростое, потому что... Ну, пягко говоря. Да, часть людей уехала, но часть людей, их уже нет, да, таких, как там, я не знаю, как Борис Ефимович Немцов, как Анна Политковская, как многие другие, да. Часть людей находится в состоянии, когда они больше не хотят заниматься, вот, знаете, для них фронта, это больше не их образ жизни, они хотят спокойной жизни. И вот как вы считаете, какова судьба российской оппозиции будет? Сложно делать какие-то прогнозы. Мне кажется, что судьба российской оппозиции напрямую связана с судьбой России, потому что сегодня российская оппозиция – это движение за демократические реформы, за то, чтобы Россия состоялась просто как цивилизованное государство и не оказалось там, в слову, в каком-то мрачном средневековье, чтобы Россию не превратили в такой православный Иран. Это такой бастион, последний бастион, который вот защищает европейский выбор в нашей стране. Конечно, у нас сегодня меньшинство, но далеко не такое жалкое меньшинство, как пытается Путин убедить общество и весь мир. Если бы нас действительно было так мало, если бы мы действительно никого не представляли, то нас бы легко пускали на выборы, мы бы получали там свои жалкие проценты, и никто бы не воспринимал нас всерьез. Но Путин последовательно снимает оппозиционеров с выборов, Путин последовательно фабрикует уголовные дела против оппозиционных лидеров, активистов. Путин выдавливает ярких представителей оппозиционного движения из страны, вынуждает их к эмиграции. Путин добивается разгона протестных демонстраций. Путин оказывает колоссальное давление на все протестное движение и навешивает ярлыки пятой колонны, национал-предатели и фактически противопоставляет нас государству. Это делается потому, что Путин, на самом деле, я уверен, прекрасно понимает, в условиях честной конкуренции он может проиграть. Несмотря на все его ресурсы, несмотря на пропаганду, несмотря на огромные финансовые ресурсы, Путин может проиграть. Они в какой-то момент решили поиграть в демократию. И вот, упомянутый вам, Алексей Навального, например, зарегистрировали на выборах мэра Москвы. Его сначала посадили, на следующий день выпустили из тюрьмы и дали возможность ему участвовать в выборах. Навальный получил очень высокий процент, почти 30% голосов, несмотря на все прогнозы. Мы это помним. Но с другой стороны... Немцов сумел добиться, выиграть выборы и получить мандат в провинциальном городе. Хотя никто в это не верил. Все говорили про его зашкаливающий антирейтинг, что это политика из 90-х, он всем надоел. Пришел в Ярославль, в провинциальный город, лично ходил по дворам, встречался с людьми, пожимал руки, отвечал на вопросы, приходил в поликлинике, купил квартиру после выборов, жил там, реально работал, снял коррумпированного вице-губернатора, добивался отставки коррумпированного главы региона. Путин понимает, реальная, честная конкуренция с оппозицией создаст ему огромные проблемы. Поэтому он всех убеждает, что у нас не существует. А мы существуем. Ну вот, знаете, может быть, это не очень такой приятный вопрос, но тем не менее, некоторые эксперты говорят о том, что Путин специально создает такую ручную фронту, для того, чтобы показать, что в России существует оппозиция. И говорят, что если бы Навального хотели посадить, его бы давно посадили, но он тем не менее на свободе. Если бы хотели еще что-то сделать, то давно бы сделали. Эхо Москвы существует для того, чтобы имитировать свободные медиа. Потому что если бывшая Лента Ру переступила к какой-то черту, то ее быстро закрыли. Как вы относитесь к тому, что, возможно, к вопросу лидеры российской оппозиции недостаточно готовы жертвовать собой и своей жизнью для того, чтобы всколыхнуть более... Удивительно, что вы говорите это в контексте Навального, против которого возбуждено пять уголовных дел, и у которого брат в тюрьме, кстати, родной брат в качестве заложника фактически находится сегодня за решеткой. Поэтому, наверное, это уместно в адрес тех или иных оппозиционных лидеров или активистов. Но уж точно не в адрес Навального, который демонстрирует совершенно удивительный пример мужества. И несмотря на колоссальное давление, которое на него оказывается, ни на йоту не отступил от своих принципов, продолжает борьбу вместе со своей семьей. И брат его ведет себя очень достойно и благородно, несмотря на то, что он совсем ни при чем. Он никогда политикой не занимался. Его посадили именно как заложник. И ни на секунду он не отошел. И демонстрирует удивительный пример мужества. Эти люди ведут себя как герои. И Немцов себя вел как герой, несмотря на все давление, несмотря на угрозы. Немцов никуда не уехал. Он был состоятельным человеком. Он мог прекрасно себе жить где-нибудь за границей, на берегу моря попивать коктейли, курить сигару. Но Немцов продолжал бороться. Его сажали на 15 суток. Он выходил, снова продолжал борьбу. Поэтому в России много примеров достоинства и мужества. Да, Борис Ефимович часто говорил, почему он не может уехать во всех интервью. Вот как раз о нем хочу спросить с вашей точки зрения. Потому что убийство было действительно очень дерзкое на самом деле. И в Украине, кстати, его достаточно болезненно пережили, потому что он здесь был любимым политиком. Его здесь очень любили. И я думаю, продолжают любить. И даже в каком-то смысле он останется здесь сакральной фигурой уже навсегда. Потому что он такой символ был для нас, российской оппозиции. Я хочу у вас спросить, есть ли, с вашей точки зрения, я знаю, что есть вы, я знаю, что был Немцов, я знаю, может быть, несколько еще фамилий. Есть ли, с вашей точки зрения, еще представители российской оппозиции такого уровня, как Немцов, которые могут за собой повести страну, скажем так? Ну, конечно. Есть, например, Алексей Навальный, упомянутый нами сегодня уже неоднократно. Есть Михаил Касьянов, который был премьер-министром, который обладает огромным опытом государственного управления. Есть Геннадий Гудков, который много лет работал в парламенте и накопил тоже огромный опыт законотворческой деятельности. Есть Дмитрий Гудков, его сын, молодой депутат, который сегодня фактически в одиночку противостоит всему этому агрессивно послушному большинству в Государственной Думе. Есть молодые какие-то люди, которые... с особой активностью, как мне кажется, нет? Ну, я бы не стал недооценивать. Михаил Касьянов ведет зачастую не публичную, но очень важную работу по разработке каких-то проектов реформ, по анализу бюджета, по, кстати, лоббированию санкций против путинских жуликов. Поэтому Касьянов действительно по темпераменту там отличается, там от Навального и от Немцова, например. Потому что у нас мало времени остается по делу Немцова. Как вы считаете, почему имя Анны Дурицкой было названо сразу, ее гражданство, ее имя, кто она, кем она приходится, Немцова, а имя двух других свидетелей до сих пор никому неизвестно? Ну, суть по всему, другие свидетели – это сотрудники правоохранительных органов, которые работали в наружном наблюдении. Ну, один человек из наружки, как я понимаю, вот этот Виктор Айс, которого называют в прессе, и один человек, который водитель снегоуборочной машины, который тоже свидетель был непосредственно. Он был назван, с ним были некоторые интервью, но, честно говоря, мне сложно комментировать судьбу этого человека, потому что у нас не было возможности с ним пообщаться, и мы не имеем пока доступа к материалам дела. А наружка постоянно ходила, да, за Немцовом? Частенько за ним ходила наружка, прослушивали телефоны, иногда публиковали данные этих телефонных разговоров на всяких там помощных сайтах. Ну, это да, мы помним эти слимы все. Немцов был под постоянным прессингом. Вы общаетесь сейчас с Анной Дурицкой? Вы звонили ей, когда были в Киеве? Я встречался с ней. Вот сейчас, да? Да, я позавчера с ней встречался, я очень за нее переживаю, потому что она в тяжелом психологическом состоянии, и, конечно, реабилитация... Она одна живет в Киеве? Ну, я не хочу рассказывать там какие-то детали, я действительно очень за нее переживаю, я абсолютно уверен в ее невиновности, непричастности к этому убийству, я знаю, как Борис Теплок не относился, и очень надеюсь, что она сможет прийти в себя после этой страшной трагедии. Скажите, вот то, что она вам рассказала, потому что я знаю, что вы с ней больше всех общались, из тех людей, которые не являются сотрудниками российских спецслужб, да? Вот, и то, как представлено в прессе это, это совпадает более или менее? Ну, Аня находится под подпиской о неразглашении, поэтому я не могу рассказывать какие-то там детали, связанные со следствием. Я не могу это рассказать. Это совпадает или нет? Значит, она находилась в состоянии шока, и практически ничего не помнит, это абсолютная правда, потому что на ее глазах застрелили человека, ну, мне кажется, там взрослый мужик-то в такой ситуации не сориентируется, она там юная девушка. Поэтому давайте так, вот те люди, которых задержали, там, обладая некоторым информацией, доступом к некоторой информации, я убежден, что это реальные исполнители убийства. Я знаю, что у следствия есть более или менее четкая цепочка подозреваемых, которая ведет к основным организаторам. Ну, я бы, в одном из них писали, что он даже не смог нормально опознать место убийства, не смог рассказать. Значит, есть вбросы в прессу, которые, судя по всему, инициированы заказчиками, организаторами этого убийства. Периодически вбрасываются вот эти вот версии, там, история про то, что якобы там Аня телефон какой-то выкинул там в мусорный бак, который сами следователи потом вынуждены опровергать это вранье. Значит, вы должны понимать, что расследование идет в условиях фактически информационной спецоперации. И те люди, которые, судя по всему, стоят за убийством Немцова, будут делать все для того, чтобы замести следы и через давление, информационное давление, запутать общественное мнение. Поэтому нам всем нужно очень критически относиться к тому, что публикуется в прессе со ссылкой на анонимные источники. То есть чеченский след – это просто информационная… Чеченский след – это основная версия, ключевая версия, и с моей точки зрения самая очевидная версия. Это не информационная спецоперация, это совпадает с действительностью. Значит, информационная спецоперация заключается в том, что вот есть некие там бандеровцы, которые, значит, вот наняли этих чеченцев, там вот Альон Дудаева, там и так далее. Вот это все полная чушь. Совершенно очевидно для меня, что в этой истории ключевая версия – это чеченский след. И кровавый след с Большого Москворецкого моста, где был убит немцов, ведет просто прямо в самые высокие кабинеты Чеченской Республики. Ну, то есть кадыровыми словами. То есть кадыровыми словами. Ну, вы находитесь в пикантной ситуации достаточно. В этом близкий друг к Немцову. И в пикантном, я имею в виду вот что, потому что слово может быть очень, ну, такое дурацкое, неточное, но реально говоря, вам должно быть страшно, да? Раз это может происходить так легко. Я хочу вас спросить, передвигаетесь ли вы по Москве с охраной, и вообще, как вы изменили свой образ жизни, и как изменилось ваше состояние после того, что произошло? Ну, я что, по-вашему выгляжу испуганным, что ли? Нет, не выглядите. Я ничего не боюсь. Ну, взрослый мужчина, ну, как бы... Слушайте, вы знаете, это унизительно, бояться чего-то, когда ты ничего плохого не делаешь. Я своей стране желаю добра. То, чем я занимаюсь, это и есть патриотизм, в моем понимании. Я отстаиваю национальные интересы своей страны. Я понимаю, что в нашей стране есть бандиты, которые могут убивать, которые могут калечить людей, но это не значит, что я должен бегать и прятаться от кого-то. Я на толику не изменил свой образ жизни. Я не хожу с охраной, я передвигаюсь зачастую на общественном транспорте, когда машина встает в пробке. И я главную опасность для себя вижу, чтобы не превратиться в паранойка. Я не хочу ходить, оглядываясь. Я не буду ходить, оглядываясь. Я в этом смысле... Ну, собственно, и Борис так же живет очень. Можно сказать, что в этом смысле я фаталист. Я понимаю, что если кто-то захочет меня там устранить, как захотели устранить Немцова, это можно сделать, какой бы охраной вы не обладали. Поэтому у меня к этому философская, я бы даже сказал, такое многоироничное отношение. Илья, перед тем, как мы перейдем к Блицу, последний вопрос. Вы профессиональный такой революционер, да? Я не революционер. Ну, хорошо, политик, общественный деятель. Я не хочу никакой революции, я не хочу бунта. Я хочу, чтобы моя страна эволюционировала и развивалась на основании реформ. Нет, я не в том смысле, что вы хотите революции, а в том смысле, что если у вас еще какой-то, я не знаю, вы занимаетесь бизнесом, вы занимаетесь еще чем-то, кроме того, что вы занимаетесь политикой и общественной деятельностью. Я работаю в школе экономики. То есть вы преподаете? Я не преподаю, я организовываю круглые столы, факультативные занятия для студентов, встречи с разными общественными деятелями, с борцами коррупции. Правда, сейчас у меня возникли проблемы в высшей школе экономики. Дело в том, что наблюдательный совет этой организации возглавил замглава администрации президента Володин, и там сейчас некоторые начались чистки, поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время ситуация изменится. Мало вероятно, что Володин считает, что у вас есть что-то общее. Считает, что вы дискредитируете, да? Думаю, что не исключено, что он так и считает, но поверьте мне, я не пропаду и найду чем себя занять. Политика занимает не всю мою жизнь, у меня есть и другие интересы. Хорошо, я. Значит, теперь блиц. Считаете ли вы, что у протестного движения российского в ближайшие пять лет есть перспективы всенародной поддержки в России? Да, считаю. Продолжаете ли вы общаться с Ксенией Собчак и с Виторганом, так как вы с ними общались до, так сказать, их женитьбы? Ну, я к ним отношусь хорошо, мы иногда встречаемся, я к ним желаю им счастья. Как вы считаете, есть ли серьезные основания для того, чтобы, ну вот очень часто пишут о серьезной болезни Путина в прессе, это тоже такая информационная спецоперация или есть ли это какие-то основания? В каком случае вы покинете Россию? При каких обстоятельствах? Иммиграция не входит в мои планы, я связываю свою судьбу с своей родиной. Ксения Собчак говорила, что после смерти Немцова ей угрожали, вам угрожали? Ну, есть какие-то угрозы, но я не отношусь к ним всерьез, мне кажется, это скорее такое психологическое давление, чем реальные угрозы. Как долго, с вашей точки зрения, Россия сможет сохранять целостность вот в нынешнем ее виде? Я считаю, что Путин ставит под угрозу национальную целостность и считаю одной из миссий демократической оппозиции сохранение территориальной целостности России. Есть ли угроза распада России после его ухода? Несомненно, Путин заложил под нашу страну, под российское государство бомбу замедленного действия огромной мощности. И тот механизм, с помощью которого к России был присоединен Крым, в обозримой исторической перспективе, может быть использован как детонатор и против нашей страны. Все все время говорят о том, что Путин окружает ястребы. Есть там группа, которую называют ястребами, есть там миротворцы. Кто эти люди? Путина окружают высокопоставленные сотрудники спецслужб, люди с изоляционисткой, с такой окопным менталитетом, которые считают, что Россия это осознанная крепость. Кто это? Это Сечин, Иванов, другие там. Шойгу? Ну, Шойгу, наверное, в меньшей степени, но тоже, пожалуй. Одной из самых опасных фигур в окружении Путина, несомненно, является Кадыров, человек, который по факту находится в касте неприкосновенных, человек, который обладает огромной властью и фактически стоит над законом. Путина окружает очень много опасных людей, которые представляют угрозу как для российского общества, так и для окружающих стран. В фильме «Крым. Дорога домой» Путин выступил фактически как политический фрик. Ну, в частности, он заявил, что он готов был нанести ядерный удар по Крыму в случае неблагоприятного, как он говорил, развития событий для России. Как вы считаете, это был блеф или он действительно был готов нанести этот удар? Ну, мне не нравятся оскорбления личные, там, фрик, не фрик, я стараюсь не употреблять такие слова. Я сказал политический. Да, политический, не политический, не имеет значения. Ну, это экзотическое заявление, согласитесь, достаточно. Вы понимаете, Путин – это глава государства, огромного государства с ядерным потенциалом. Когда Путин говорит, что он был готов нажать ядерную кнопку, нельзя воспринимать эти слова несерьезно. Если он так говорит, значит, нужно оценивать это серьезно. И это значит, что Путин опасен. Если Путин позволяет себе говорить такие слова вслух, это говорит о том, что он представляет угрозу. Кто может быть цельприемником Путина в случае ухода его внезапного? Или, ну, мы все смертны, там, да, мало ли, смерти Путина и так далее. Не думаю, что в планы Путина входит добровольный уход, куда бы то ни было. Для него главной задачей является сохранение власти. Пока вот у него руки за что-то способны держаться, он будет хвататься за руль. Чувствуете ли вы себя одиноким в своей борьбе сегодня? Нет, я не чувствую себя одиноким, я чувствую большую поддержку. И последний вопрос, это традиционный вопрос, мы обычно об Украине спрашиваем по таких случаях. Но я вас прошу о России 3, самая большая проблема России на сегодняшний день с вашей точки зрения. Отсутствие солидарности, я бы назвал это постимперский синдром, такие фантомные боли по утраченной империи и огромное социальное расслоение. Спасибо большое, Илья. Что ж, друзья мои, с нами сегодня был Илья Яшин, человек, которому, я думаю, что многие из нас чувствуют огромное уважение, потому что одно дело бороться, когда ты вместе со всей страной, когда у вас многое. Другое дело бороться, когда это в меньшинстве. Зато у тебя есть серьезный шанс остаться в истории своей страны навсегда. Спасибо большое, Илья. Спасибо. И приезжайте к нам почаще. Спасибо, с удовольствием.